Всем привет, с вами я Волатишевский и у нас аналитика последних новостей. Многие из вас уже слышали о скором выходе Xiaomi Mi 5, мы сейчас на него посмотрим. Также я хочу сказать о том, что вышла новая версия Xiaomi Redmi Note 3, хотя еще официально ее не подтвердили, но она уже вот-вот находится на конвейере. И также анонсирован среди слухов и всяких рендеров Xiaomi Redmi 3. Обо всех этих новостях сейчас мы поговорим поподробнее. Итак, начнем с самого простого, это Xiaomi Redmi 3. Этот смартфон, он очень схож с Xiaomi Redmi Note 3, только без сканера отпечатков пальцев. Тот же самый металлический корпус и весьма интересное железо, занятное железо. Это восьмиядерный процессор, это 2 и даже 3, по-моему, гига оперативочки. И металлический корпус очень схож на Xiaomi Redmi Note 3. Вообще, я ожидаю, что следующий Redmi станет тоже бестселлером, как и предыдущее поколение. Вы помните, Xiaomi RedRise 1S, потом Xiaomi Redmi 2 расходились большими тиражами. Они были интересны тем, что имеют 4,7 дюйма экран, то есть маленький. И, соответственно, они как бы были интересны тем людям, которые не хотят себе лопатофонищи. Вот, я тоже не люблю лопатофоны, поэтому я хожу с маленьким смартфончиком, что меня вполне себе устраивает. Что касается Xiaomi Redmi Note 3, на процессоре Qualcomm Snapdragon 808, это как бы обновленная версия. Я, если честно, не совсем понимаю смысла, но в определенном формате есть в этом цимус, потому что Helio X10, несмотря на всю крутость и пафосность, которая вокруг него была окружена и рассказана о том, что это такой супер мощный процессор, это такой классный, 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 он имеет две, как бы, неоспоримые, как бы, такие отрицательные черты. Это высокий перегрев, то есть, я не знаю, может быть, это не оптимизация, может быть, это чересчур мощное железо, хотя в Antutu он всего лишь выдает, там, 50 с чем-то тысяч баллов этот процессор. И второе, это из-за достаточно, как бы, сильной мощности, это очень быстро садящаяся батарея практически во всех смартфонах. И Xiaomi Redmi Note 3 доказательство этому всему, потому что ребята взяли и запихнули туда 4000 мА батарейку. А зачем они это сделали? Потому что они знали, что, и знают, что этот процессор очень-очень любит покушать, и, соответственно, вся, как бы, канитель в этом и кроется. И для того, чтобы предложить альтернативу, для того, чтобы не испортить себе, как говорится, репутацию, они решили сделать новую модель, поставить процессор более проверенный, в LG G4 808 Qualcomm, в том же самом Xiaomi Mi 4C идет 808 Qualcomm. Ну и вот как раз у нас идет дополнительно новый смартфон с этим же более проверенным процессором, который шестиядерный, и при этом все выдает 50 и даже 60 с лишним баллов в Antutu. А в остальном Xiaomi Redmi Note 3 не претерпит никаких других внешних изменений, за исключением более повышенной цены, потому что Qualcomm продает свои процессоры чуть-чуть-то подороже, соответственно, себестоимость всего продукта, она растет, и нужно, как бы, поднимать цену. И это будет, как бы, типа, Prime-версия, которую, ну, люди могут взять, но только там чуть-то подороже. Ход правильный, ход интересный. Я бы лично вот себе бы, если брал бы Redmi Note 3 на будущее, на 2016 год, возможно, бы пересмотрел бы на Qualcomm 808. Но пока он точно еще не вышел, то есть только рендеринг, только картинки и все остальное, характеристики, поэтому можно брать Xiaomi Redmi Note 3. В любом случае, вы сможете его продать за те же деньги, которые купили, и купить Redmi Note 3 на Qualcomm процессоре. И последний смарт, который нам, ну, просто весьма интересен, который прям вот слухов-слухов-слухов много за него ходит, это, конечно же, Mi 5. Mi 5, он будет интересен тем, что, в отличие от Mi Note, он будет поменьше размером, это хорошо, вот 5-5,2 дюйма ожидается в этом диапазоне. Возможно, будет 2К дисплей, это немножечко отпугивает, но если там будет хороший процессор, то тогда никаких вопросов. И, конечно же, классный дизайн. Дизайн, предположительно, уже утек в сеть, и я вам скажу, что вот по первому впечатлению, конечно, он напоминает то ли что-то типа Lenovo ZOOC, что-то с Samsung, вот типа такое, связанное с этим в этом направлении, но появились вот даже на China Review, я нашел вот эта картинка, которую мы увидели только что, которая на MIUI, вот она такая более массивная. И здесь также есть видео, которое можно посмотреть, вот на котором как раз и демонстрируется этот Mi 5. Вот в работе, там что-то там на китайском, ну мы как бы особо рассмотреть не будем, забавные весьма рендеры появились непосредственно различных версий, таких как, по мне, схожих с Edge версиями. И давайте посмотрим вот эта версия, прям, ну реально закругленный экран, как в Samsung Galaxy Edge. Мне кажется, что если Xiaomi выпустить такой смартфон, ох, у них будут и проблемы еще с Samsung. Знаете, как у Samsung проблемы с Apple, тем, что они постоянно судятся Apple с Samsung, а у Xiaomi тоже будут свои проблемы, потому что у Samsung очень много корней в Китае, то есть и мне кажется, что у них даже больше влияния, чем у самой Apple в Китае. Хотя, ну опять же, как бы правительство Китая, оно больше продерживает национальных, можно сказать, местных производителей, поэтому корейцев, они даже если и какие-то суды будут, то на территории Китая действовать не будут. Так вот, Xiaomi Mi 5, по слухам, будет с 820 Qualcomm, Type-C у нас идет разъем, 16 и 13 мегапикселей камеры, то есть фронтальная камера будет мощная, и по ценнику, то есть будет начинаться от 310 долларов, то есть это получается где-то 350 долларов будут продавать 32-гигабайтную версию и 3 гига оперативки сюда, уже с доставкой где-то 350 долларов, и где-то 410 долларов, 400, 410 долларов на старте будет дороже, но тем не менее 410 баксов это за 4 гига и 64 встроенной памяти. По рендерам выглядит очень стильно, если бы Xiaomi, к примеру, улучшили софт по камерам, то есть то, что мне ну очень прям хотелось бы, и допилили свой вообще как бы софт, а не приходилось бы качать с всяких посреднических сайтов, прошивки переделанные, локализованные, обновленные, то я был бы просто в восторге, но по рендерам очень-очень даже круто, приятно. Кстати, хочу сказать, что ко мне приехал Mi Pad 2, в золотом цвете, очень-очень стильный планшет, распаковку можете посмотреть у меня на канале, вот сейчас прям только недавно ее снял, поставил планшетку на зарядку, и тоже мне нравится этот продукт, он очень интересный, более стал похож на iPad, потому что металл у нас, и вообще как бы по дизайну, еще вот эту защелку для звука сделали, вообще было бы похоже. И, конечно же, на этом я буду завершать свое видео. Друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели эту новость. Redmi 3 из среди бюджетников, потом Redmi Note 3 на 808 Qualcomm, это тоже весьма интересный аппарат. Также Xiaomi Mi 5, это тоже весьма-весьма хорошее устройство, которое будет наверняка очень-очень популярно в 2016 году. И, конечно же, где выгодно купить Xiaomi Mi Pad 2 поколения, вы сможете найти в описании, все ссылочки я там оставлю. А с вами был я, Валтишевский, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.